Игромания представляет 29 мая после многочисленных переносов Наконец-то вышел скандальный хоррор «Эгони» Он отправляет игроков прямиком в глубины преисподней А там все, как описывал Мерлин Мэнсон Кровь, кишки и много, очень много обнаженки Да чего уж там, даже логотип игры напоминает зубастую промежность Правда, те, кто игру уже опробовал, утверждают, что помимо шок-контента В ней особо больше ничего и нет От чего-то мерзкого перейдем к чему-то милому Платформер Йокус Айланд Экспресс Расскажет историю забавного существа, который работает почтальоном на умиротворенном островке Однако идиллия заканчивается, когда местное доброе божество Погружается в беспробудный сон А миссия по спасению населения, конечно же, ложится на плечи маленького курьера Также 29 мая состоялся релиз битэмапа «Die for Valhalla» Перед нами своего рода комедийная версия последней части «God of War» Вы играете за Валькирию, бесплотный дух, который вселяется в могучих героев, чтобы те кидались в бой с различными чудовищами А их тут целая тьма От привычной нечисти из скандинавских мифов до порождений фантазии Говарда Лавкрафта На персональных компьютерах вышла Moonlighter Игра, которую критики называют смесью Dark Souls и Stardew Valley Главный герой Уилл – отважный торговец, который ради спасения семейного магазина готов путешествовать в параллельный мир за редкими артефактами Сражения с монстрами здесь чередуются с менеджментом, крафтом и развитием родной деревушки Уилла 30 мая на всех основных платформах появилась Shift Quantum – платформер-головоломка в антураже киберпанка Правила точно такие же, как в старенькой флеш-игре Shift Стоит вам нажать кнопку, и черно-белый мир перевернется Проходы станут препятствиями, а препятствия – проходами Только в этот раз все это еще сопровождается сюжетом про мрачное будущее, корпоративный заговор и некое антипространство В последний день весны вышла Cultist Simulator – карточная ролевая игра от создателя Sunless Sea Теперь вам предстоит встать на скользкую дорожку поклонения темным богам Комбинируя различные карты, примерно как в алхимии, вы будете открывать новые предметы, события и обстоятельства Какая судьба вас постигнет в конце, предсказать нельзя А теперь посмотрим на самые привлекательные скидки этой недели В Steam на выходных распродажа издательства 505 Games Со скидкой в 90% можно взять атмосферный симулятор ходьбы Virginia и выживастик How to Survive Его сиквел тоже отдают за 87 рублей За 70 рублей продается отличная Brothers A Tale of Two Sons А еще за полцены отдают красивое подводное приключение Abzu Square Enix тоже не скупятся Всю трилогию Just Cause со всеми дополнениями можно взять за 370 рублей А еще 85% скидка действует на Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided и Sleeping Dogs Definitive Edition А еще началась большая распродажа игр по вселенным Warhammer и Warhammer 40 000 Со скидкой в 75% можно взять экшен Space Marine, первую часть Vermintide, любую часть из трилогии Dawn of War А также Total War War Warhammer Ее сиквел тоже сбросил четверть цены Игр в подборке еще очень много, так что обязательно загляните на страницу акции в Steam Любителям военных шутеров стоит обратить внимание на Rising Storm 2 Vietnam А те, кто предпочитает строить, а не ломать, могут взять Kerbal Space Program И то, и другое продается за полцены В магазине GOG.com первые две части культовой гонки FlatOut можно взять за 70 рублей Ремейк старенького шутера Rise of the Triad продается со скидкой в 74%, как и минималистичная стратегия Frozen Synapse А за полцены отдают стильный экшен Tokyo 42 В PS Store меньше чем за 600 рублей продается Mass Effect Andromeda 35% от цены сбросила великолепная ролевая игра Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom В остальном все как на прошлой неделе Watch Dogs 2 и серия Bioshock пока что стоят 1300 рублей Diablo 3 Eternal Collection 1600 Также за полцены отдают Средиземье Тени Войны, XCOM 2 и всю серию Dishonored А PES 2018 можно забрать за 700 рублей В магазине Nintendo все еще действует приличная скидка на Switch версию FIFA 18 Вдвое подешевел и другой спортивный симулятор NBA 2K18 Долгожданное продолжение серии Fear Effect скинуло 33% от полной стоимости За 350 рублей можно забрать научно-фантастический шутер Hollow На 116 рублей дороже обойдется Don't Knock Twice Хоррор на Switch, что пока еще редкость Ну а владельцам Xbox One ловить на этой неделе особо нечего Внимание достойно разве что Rocket League, на которую действует скидка в 45%